Доброго времени суток! Руслан Ачиров. В течение следующих 25 минут вас ждет много интересной и полезной информации. Итак, в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий. Что случилось на дорогах республики за последнюю неделю? Дорожная ситуация в Хангаласском Улусе. Впереди каникулы. А готовы ли к ним маленькие пешеходы? Средства индивидуальной мобильности. Что это такое и где их можно эксплуатировать? Техосмотр. Каким автомобилем нужно и не нужно его сейчас проходить? Повторение. Мать учения. Правила дорожного движения в нашей студии проверит радиоведущий Эдуард Рудых. Ну а в начале нашего выпуска по традиции давайте представим вашему вниманию сводку происшествий за последнюю неделю на дорогах республики. На автомобильных дорогах республики с 15 по 21 мая зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, где погиб один человек, травмировано 7, из них трое несовершеннолетних. Так, 15 мая водитель, управляя автомашиной марки «Лада Веста», следуя со стороны поселка Жатай в сторону города Якутска, совершил наезд на пешехода-девушку 27 лет, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия прибывшая бригада скорой медицинской помощи доставила девушку в больницу с различными переломами. Водитель не пострадал, в момент ДТП был трезв и пристегнут ремнем безопасности. 17 мая 61-летний водитель, управляя транспортным средством марки «УАЗ», следуя по федеральной трассе Колыма, не справившись с рулевым управлением, допустил съезд автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. При выяснении обстоятельств ДТП стало известно, что водитель заснул за рулем. В результате дорожно-транспортного происшествия в медучреждение обратилась супруга водителя, которая получила травмы с оказанием разовой медицинской помощи. Сам же водитель не пострадал и был трезв. 21 мая в дежурную часть МВД по Алданскому району поступило сообщение о том, что в поселке Ленинске Алданского района произошло ДТП с погибшим. При проверке данного сообщения предварительно было установлено, что водитель, управляя автомашиной ВАЗ, не выполнил условия, разрешающие движение транспорта задним ходом и совершил наезд на пешехода, вследствие чего последний скончался. В ходе проверки выяснилось, что водитель не имеет водительского удостоверения, также у водителя было установлено состояние алкогольного опьянения. Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортом в состоянии опьянения приводит к ДТП с тяжкими последствиями. Водитель, употребивший алкоголь, не способен адекватно оценивать дорожную обстановку. В конечном итоге это приводит к столкновениям транспортных средств, наездам на препятствия, а также опрокидываниям. Никогда не садитесь за руль в состоянии опьянения. Не забывайте о своей безопасности и безопасности других участников дорожного движения. А мы продолжаем. Согласно федеральному закону 494, в 2023 году изменились правила прохождения техосмотра. Теперь эта процедура является добровольной для владельцев личных автомобилей и мотоциклов. В обязательном порядке техосмотр проходят владельцы такси, автобусов и грузовиков. Кроме того, обязательный техосмотр распространяется и на другие ситуации. На какие, давайте посмотрим в следующем сюжете. В соответствии со статьей 15 федерального закона номер 170 о техническом осмотре транспортных средств, технический осмотр проходит каждые 12 месяцев транспортные средства, с года изготовления которых прошло не более 5 лет. Так у нас и легковые, и такси, автобусы, грузовые и транспортные средства. Предназначены и оборудованы для перевозки пассажиров. С числом мест для сидения более 8. Если из года изготовления прошло более 5 лет на вышеуказанные транспортные средства, то они проходят у нас технический осмотр каждые 6 месяцев. Также каждые 6 месяцев проходит технический осмотр транспортных средств, предназначенные оборудованием и оборудованные для перевозки опасных грузов. Не требуется проведение технического осмотра первые 4 года, включая год изготовления легковые транспортные средства, грузовые до 3,5 тонн, а также мототранспортные средства. Обязательно требуется прохождение технического осмотра в случае перерегистрации транспортного средства, то есть это регистрация, связанная со сменой владельца, либо с изменением в конструкцию транспортного средства. После проведения технического осмотра вам необходимо обратиться в подразделение госавтоинспекции для перерегистрации транспортного средства. С 1 марта в России изменились правила дорожного движения, в которые ввели новые понятия средства индивидуальной мобильности. Под них подходят все средства передвижения, приводящиеся в движение электродвигателем. Сюда подпадают электросамокаты, гироскутеры, а также входят моноколеса. Как можно передвигаться по дорогам на средствах индивидуальной мобильности и о каких изменениях в ПДД идет речь, на этот и другие вопросы в нашей студии сегодня ответит инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения Владимир Ощепков. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, Руслан. Ну, для начала, разъясните нам, что такое СИМ, средства индивидуальной мобильности. В принципе, под понятием средства индивидуальной мобильности называется, опять же, транспортное средство, у которого одно колесо, либо несколько, то есть это может быть электросамокат, гироскутеры, моноколеса, ну и, в принципе, такие транспортные средства, у которых есть электродвигатель. С 1 марта, как мы уже отметили, были внесены данные изменения. О каких именно изменениях идет речь? Ну, именно изменения идут, в том числе, касаемо конкретно уже средства индивидуальной мобильности, это уже транспортное средство, но, опять же, нужно учесть то, что их уже приравняли к пешеходам, то есть они уже не должны выезжать на проезжую часть, и, соответственно, данным транспортным средством они могут управлять только на тротуарах, пешеходных дорожках, ну и велосипедных, соответственно. Исходя из этого, ну, мы разобрались, что только по тротуарам могут передвигаться на средства индивидуальной мобильности, а кто может эксплуатировать данные средства? Ну, данные транспортные средства, в принципе, могут кататься, конечно, все, и маленькие, и взрослые, да, то есть дети. Ну, опять же, если вы собираетесь покупать данные транспортные средства для себя, ну, не стоит забывать о мерах безопасности, это как минимум шлем, ну, и, опять же, средства защиты, то есть наколенники, налокотники, ну и, соответственно, перчатки. Можно отметить, что многие модели тех же самокатов, они достаточно мощные, да, то есть там большие батареи установлены, мощные моторы, и у них высокая скорость. Есть ли ограничения по скорости средств индивидуальной мобильности? Ну, ограничения как таковые, в принципе, и они идут уже на самом транспортном средстве, да, но согласно законодательству, то есть правил дорожного движения пешехода у нас, в принципе, не имеют такой определенной скорости. Вот возьмем такое транспортное средство, как моноколесо. Соответственно, им запрещено ездить по дорогам, только по тротуарам, и есть ограничения также для транспортных средств, которые выезжают на тротуар, это 35 килограмм. В случае остановки, да, сотрудникам ГИБДД, как будет производиться подобная, ну, проверка, да, будет ли взвешивание моноколеса того же, вообще вот эта процедура как будет проходить? Есть ли конкретно в правилах прописано то, что определенный вес, да, то есть у транспортного средства, если есть, то она, опять же, должна быть вписана в самом транспортном средстве, то есть, допустим, если инспектор остановит, захочет посмотреть, то должен быть как минимум шильдик, да, где указан вес, габариты данного транспортного средства, ну, и, соответственно, сколько мощности у электродвигателя. Ну, и в соответствии с этим уже и законодательством инспектора будут принимать те меры, которые должны быть согласны законодательству. А какие дорожные знаки относятся к средствам индивидуальной мобильности, и есть ли подобные знаки у нас в городе Якутске? Ну, у нас, в принципе, в городе пока нету, но для велосипедистов, для детей, ну, и, в принципе, для взрослых у нас, сами знаете, да, то, что на проспекте Ленина уже, в принципе, сделана велодорожка, осталось только поставить знаки, ну, и, соответственно, для средств индивидуальной мобильности, в принципе, сделали, да, знаки, но у нас в городе пока их еще не установили, можно сказать, ну, и, в принципе, в скором времени, я думаю, что их уже установят в соответствующих местах, где они смогут, в принципе, спокойно кататься. Угу. А что касается ответственности водителей и средств индивидуальной мобильности, вот, какие существуют штрафы? Ну, штрафы, опять же, общие, в принципе, такие, как и для велосипедистов, то есть, как они пешеходы, в принципе, должны уже переходить дорогу в пешем порядке тоже, то есть, опять же, спешившись, перейти дорогу спокойно, ну, и безопасно. Спасибо большое. Ну, конечно, хотелось бы обратиться к владельцам электросамокатов, гироскутеров и моноколес, быть ответственными и внимательными на нашем случае на тротуарах. Будьте аккуратны. Ну, а я напомню, у нас в гостях был Владимир Ощепков, инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения, управления ГИБДД, Министерства внутренних дел по Республике Сахар-Якутия. Спасибо. Спасибо, Раста. А мы продолжаем. Как обстоят дела на дорогах Ангаласского района? Передаем слово нашим коллегам из Покровска. Срок операции «Мотоцикл» на территории района – 17 по 31 мая. В эти дни сотрудники госавтоинспекции проводят ряд профилактических рейдов и акций, направленных на снижение аварийности и пропаганду соблюдения правил дорожного движения среди мотоциклистов. Статистика за прошлый год – два ДТП к участию мототранспорта. И в обоих случаях пострадали несовершеннолетние. Выдвинулись в село Улахан на пройдение операции по мотоциклу. Как принял? В рамках операции сотрудники ГИБДД ежедневно выезжают в населенные пункты района, где проверяют владельцев мототранспорта на наличие необходимых документов и защитной экипировки. Помните, у каждого мотоциклиста при себе должны быть водительские права соответствующей категории, регистрационные документы и страховка. Отдельная категория проверяемых – несовершеннолетние байкеры, которые сейчас активизировались в связи с потеплением на улице и окончанием учебного года. На мотоцикле можно ездить строго с 18 лет, если получено водительское удостоверение. На более легких мотоциклах и мопедах с 16 лет. Если они управляют транспортными средствами, мотоциклами, не достигшими 18-летнего возраста, останавливаем данное транспортное средство, после чего, если данный несовершеннолетний, вызываем родителей, либо опеку попечительства, отстраняем от управления транспортного средства. Далее транспортное средство помещаем на специализированную стоянку, привлекаем к ответственности. К слову о штрафстоянке. Сейчас там скопилось около десятка мотоциклов, в том числе задержанных у несовершеннолетних водителей. Данное мототранспортное средство «Регулмото» СК-200. Вчера во время рейдовых мероприятий были проведены два рейдовых мероприятия, получается вечернее и в дневное время. И в дневное время суток, в этот период времени, было задержано данное транспортное средство. Управлял несовершеннолетний гражданин, который, то есть, ни водительского, ничего, ни категории, ни М, ничего не было. И в связи с этим, на данного гражданина несовершеннолетний был составлен протокол по части 12.7, также в присутствии их родителей. И данное мототранспортное средство было помещено на специализированную стоянку. И будем ждать, когда придут родители за данным мототранспортным средством уже в ГАИ, где им будет выписан штраф по части 3 статьи 12.7 за передачу управления транспортным средством. Там штраф грозит 30 тысяч рублей. А ребенок также в дальнейшем становится на учет. Повышенное внимание к мотоциклам со стороны сотрудников ГИБДД вызвано несколькими причинами. При управлении мотоциклом травматизм выше, чем при управлении автомобилем, поскольку водитель и пассажир не защищены кузовом. Кроме того, мотоцикл является скоростным и очень маневренным видом транспорта. И водителям автомобилей зачастую трудно быстро среагировать на маневры мотоциклистов. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангалаский УЛУС. Впереди летние каникулы. Это самое ожидаемое событие в жизни каждого школьника. А также очень волнительное время для их родителей. Ведь большинство времени своего личного свободного времени школьники проводят на улице. В связи с этим напоминаем родителям о необходимости проведения с детьми разъяснительных бесед по соблюдению правил дорожного движения, обратив особое внимание на безопасное поведение юных пешеходов на проезжей части. Госавтоинспекция напоминает, что с 15 мая по 15 июня по всей республике проводятся профилактические мероприятия внимания дети, направленные на профилактику дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних. Ведь с приходом лета все чаще можно видеть, как подростки лихо раскатывают на своих двухколесных транспортных средствах, по дворах и даже по дорогам совсем не заботясь о том, соблюдают они правила дорожного движения или нет. Дети у нас обычно катаются на двухколесных транспортных средствах, начиная с велосипеда и заканчивая мототранспортными средствами. Поэтому хотелось бы еще раз предупредить родителей, чтобы они вспомнили о законодательстве, то есть о правилах дорожного движения транспортными средствами несовершеннолетние дети имеют право управлять только с 16 лет, и когда они имеют определенную категорию. То есть не стоит забывать, что у нас есть малоаккубаторные транспортные средства, мотоциклы, которые в единственном удостоверении несовершеннолетние могут получить с 16 лет. То есть это категория А1, ну и, соответственно, мотоциклы также уже категории А на данной категории уже несовершеннолетние не имеют права кататься. Наибольшее количество пострадавших в ДТБ детей составляют пешеходы, и чаще всего в дорожно-транспортные происшествия попадают дети в возрасте от 7 до 14 лет. Основными причинами таких ситуаций с участием детей считаются незнание детьми элементарных правил дорожного движения, отсутствие навыков и привычки соблюдения правил для пешеходов, велосипедистов и пассажиров, недисциплинированность или невнимательность детей на улице, негативный пример со стороны взрослых и недостаточный надзор за поведением детей на улице. Поэтому очень важно научить ребенка смотреть. У него должен быть выработан твердый навык. Прежде чем сделать первый шаг с тротуара, необходимо осмотреть дорогу в обоих направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма. И помните, ребенок учится законам улицы, беря пример с родителей и других взрослых. Сейчас с удовольствием хочу приступить к любимой многими нашими телезрителями рубрики, где горожане проверяют свои знания правил дорожного движения. И по традиции наш тест состоит из 10 вопросов. И сегодня на тест пройдет радиоведущий национально-вещательной компании САХА Эдуард Рудых. Эдуард, приветствую. Добрый день. Ну, у нас традиционный вопрос всем участникам нашего теста. Пожалуйста, скажите, какой у вас стаж вождения? Ну, при моем возрасте стаж совсем небольшой – 8 лет. 8 лет. Волнуетесь? Волнуюсь. Ну, мы желаем удачи. Перед нами экран, на котором будет спроецировано 10 вопросов. Итак, первый вопрос. В каких направлениях вам можно продолжить движение на перекрестке? Варианты ответов только налево и в обратном направлении. Второй вариант – прямо, налево и в обратном направлении. И третий вариант – в любом направлении. Ну, здесь мы увидим знак. Справа одностороннее движение относительно меня, например, за рулем. Поток транспорта едет налево. И тут же знак указывает, что слева есть выделенная линия для, ну, скажем, общественного транспорта, для автобусов и так далее. Поэтому здесь я могу ехать прямо, налево или в обратном направлении. То есть два. Вариант номер два. Хорошо. Следующий вопрос. Какие из указанных знаков разрешают движение мопедов? Варианты ответов только В, только Г, Б, В и Г. Четвертый вариант – все знаки. Ну, видим знаки автострада. Первый знак. Запрещается движение мопедов. Второй знак, Б – это движение автомобилей. Это транспорт тоже запрещено. Знак Г – это запрещающий… То есть знак Г, вот два знака запрещающих. Знак Г – это запрещено велосипедом движение и мопедом. Они как бы относятся, ну, ближе, ну, то есть вместе идут. А знак В – запрет движения мотоциклов, одинарок или с люлькой. То есть знак В – можно двигаться… Разрешает только этот знак из представленных. Это вариант номер один. Хорошо, принято. Следующий вопрос. Движение разрешается. Варианты ответов только по траектории А, только по траектории Б, по любой траектории из указанных. Ну, вот траектория А, серый автомобиль выезжает, хочет пересечь сплошную, это запрещено. Ну, вариант Б, там прерывистая линия, поэтому разрешает вариант Б. Вариант номер два. Угу, принято. Следующий вопрос. Вы намерены повернуть налево на этом перекрестке. В какой момент следует включить указатели левого поворота? Варианты ответов заблаговременно до въезда на перекресток, после въезда на первое пересечение проезжих частей и третий вариант по вашему усмотрению. Ну, тут видим, как мотоциклист собирается повернуть налево и ждет, что будет делать автомобилист, водитель автомобиля. Если водитель заранее включит поворотку, то мотоциклист подумает, что он поворачивает сейчас и начнет движение, и может, можно, аварийная ситуация создастся. Поэтому после выезда на первое пересечение проезжих частей, вариант два. Вариант номер два. Принято. Кто должен уступить дорогу при одновременном перестроении? Варианты ответов водитель легкового автомобиля, водитель мотоцикла. И третий вариант. В данной ситуации водителям следует действовать по взаимной договоренности. Тут, если бы водитель не поворачивал, водитель автомобиля, то он бы имел преимущество, двигался бы вперед, и мотоциклист при перестроении должен был пропустить. Но тут водитель хочет перестроиться, и мотоциклист одновременно. Тут для водителя автомобиля помеха справа, и поэтому он должен уступить мотоциклисту. Это вариант номер один. Водитель легкового автомобиля должен уступить дорогу. Хорошо, принято. Следующий вопрос. Разрешено ли вам выполнить разворот на мосту по указанной траектории? Варианты ответов разрешено. Разрешено только при видимости дороги не менее 100 метров. И третий вариант. Запрещено. Запрещено. На мосту вообще нельзя разворачиваться. Третий вариант. Принято. Следующий вопрос. С какой скоростью вы имеете право продолжить движение в населенном пункте по правой полосе? Варианты ответов не более 40 км в час, не более 60 км в час, не менее 40 км в час и не более 60 км в час. Тут мы видим знак не более 40 км в час висит с левой стороны, то есть на левой полосе, а справа на правой полосе нету знака. То есть если это населенный пункт, то если нет знаков никаких ограничивающих, то не более 60 км в час. Вариант номер два. Следующий вопрос. Разрешено ли вам выполнить обгон в данной ситуации? Варианты ответов разрешено. Разрешено, если обгон будет завершен до перекрестка. И третий вариант. Запрещено. Тут мы видим знак, если мне не изменяет память, это перекресток равнозначных дорог и отсутствует ситофор. И поэтому, если равнозначные дороги и отсутствует нерегулируемый перекресток, то тут существует запрет на обгон на перекрестке, поэтому водитель должен обогнать повозку до перекрестка. Если это была бы главная дорога, то да, можно было бы сделать пункт. Вариант номер два. Да. Принято. Следующий вопрос. Вы намерены повернуть направо. Ваши действия. Повернете направо, не уступая дорогу пешеходам. Повернете направо, уступив дорогу пешеходам. Третий вариант. Остановитесь перед перекрестком и дождетесь другого сигнала регулировщика. Тут смотрим на регулировщика. Если он стоит правым или левым боком, то мне разрешено движение прямо здесь и направо. Поэтому при повороте направо я пропускаю пешеходов и поворачиваю. То есть вариант номер два. При движении в темное время суток на неосвещенных участках дорог можно использовать противотуманные фары. Вариант ответов. Только отдельно от ближнего или дальнего цвета фар. Второй вариант. Только совместно с ближним или дальним светом фар. Третий. Как отдельно, так и совместно с ближним или дальним светом фар. Ну, в темное время суток обязательно использование или ближнего, или дальнего света фар. То есть тут вопросов нет, поэтому только совместно с ближним или дальним светом фар. Вариант номер два. Принято. Это был последний вопрос. И сейчас сколько было дано неправильных ответов, нам подскажет преподаватель учебного центра «Фаворит» Наталья Ленских. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Здравствуйте, Эдуард. Здравствуйте. Эдуард ответил на 10 экзаменационных вопросов. Первый вопрос был. В каких направлениях вам можно продолжить движение на перекрестке? Вы дали правильный ответ. На данном перекрестке можно продолжить движение только прямо, налево или в обратном направлении. Нам навстречу двигаются маршрутные и транспортные средства и те, кто допущен к движению по полосам для маршрутных ТС. Какие из указанных знаков разрешают движение мопедов? Здесь вы также подробно все рассказали, все рассказали правильно. И действительно, только знак В разрешает движение водителям мопедов. Это был правильный ответ. Движение разрешается. И движение разрешается только по траектории В, то есть со стороны прерывистой линии разметки. Это был правильный ответ. Вы намерены повернуть налево на этом перекрестке. В какой момент следует включить указатели левого поворота? Действительно, были правильные объяснения с вашей стороны? Правильный ответ был дан после въезда на первое пересечение проезжих частей. Кто должен уступить дорогу при одновременном перестроении? Абсолютно правильно, при одновременном перестроении. В данной ситуации должен уступить водитель легкового автомобиля, так как у него помеха справа. Разрешается ли вам выполнить разворот на мосту по указанной траектории? Разворот на мосту запрещен. Вы дали правильный ответ. С какой скоростью вы имеете право продолжить движение в населенном пункте по правой полосе? Действительно, у нас есть знак, который ограничивает минимальную скорость на левой полосе. И по правой полосе можно продолжить движение в населенном пункте со скоростью не более 60 км в час. Это был правильный ответ. Разрешается ли вам выполнить обгон в данной ситуации? Абсолютно правильно рассуждали. Обгон можно выполнить, но только до перекрестка. Правильный ответ. Вы намерены повернуть направо ваши действия. Действительно, со стороны правого и левого бока без рельсов МТС разрешено движение прямо и направо. Поворачивая направо, должны уступить дорогу пешеходам. Это был правильный ответ. При движении в темное время суток на неосвещенных участках дорог можно использовать противотуманные фары. И вы также дали правильный ответ совместно с ближним или дальним светом фар. Эдуард, вы ответили на 10 экзаменационных вопросов. На все 10 вопросов были даны правильные ответы. Я учился фаворит. Замечательно. Всем участникам дорожного движения я рекомендую повторять правила дорожного движения, следить за обновлениями в изменениях правил дорожного движения. Вам удачи на дорогах, Эдуард. Спасибо. Вот и подошла к концу наша передача. Дорогие телезрители, берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения. Удачи на дорогах и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова